Он ей мозги немножко запудрил, и все, она готова выйти за него замуж. То, что он дома якобы не получает, он какие-то приключения ищет на стороне. Это мысли от шайтана, убери их подальше. Вот целый день, проведя на работе, он приходит домой, и ему жена вот даст сразу весь этот груз на его голову. Это же можно потихоньку потом рассказывать. Со своей женой общайтесь. Ютуб-канал Муфтията Республики Дагестан представляет. Да сделает Всевышний Аллах нас из тех людей, которые счастливы в браке, и которые, иншаллах, в судный день тоже вместе со своими супругами входят в рай, иншаллах. Уважаемые братья и сестры, если спросить, допустим, каждого мужчину в такой шуточной форме, кто является для тебя супругой сегодня, кто для тебя твоя жена. Я так думаю, приблизительно разделится на две части наша мужская аудитория. Одна часть из них скажет, что это источник моей радости, это та, благодаря которой я каждый день радуюсь, я счастлив. И, скорее всего, будет, конечно же, вторая половина, которая скажет, что причина постоянной моей печали, причина моей грусти – это моя супруга. Дай Аллаху Тааля, чтобы, конечно же, каждый из нас, из мужчин, относился к первой категории. И дай Аллаху Тааля, чтобы эти супруги тоже относились к первой, которая радует своих мужей и которая вместе счастлива в браке тоже. Почему мы эту тему подняли? Почему мы об этом сегодня говорим? Очень много, дорогие братья и сестры, мы видим семейных вопросов, именно которые возникают уже у той пары, у тех супругов, которые создали семью, даже у которых уже появились дети, которые достаточно долгое время прожили семейной жизни. И затем у них возникают определенные проблемы. И мы, не справившись с этими проблемами, иногда доходим до развода. И сегодня хотелось бы немножко каждому из нас напомнить о тех устоях, о тех нормах шариата, благодаря которым, иншаллах, наши семьи будут более сплоченными, более крепкими теми, благодаря которым, иншаллах, посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, судный день, тоже будет гордиться многочисленностью своей умы, иншаллах. Для этого давайте для начала прочитаем один из хадисов пророка, алейхи салату ассалям, который передает Абу Гурайра, радия Луангу, где у пророка, алейхи салату ассалям, спрашивают, «Айюн Ниса и Хайрун, какая из женщин, в которой есть благо, то есть какая из женщин самая, как бы, хорошая?» И тогда пророк, алейхи салату ассалям, отвечает, обратите внимание, насколько посланник Аллаха дает описание этой женщине. Это описание, я уверен, понравится, и захочется иметь именно такую жену каждому из мужчин. Посланник Аллах говорит, «Которая радует его, когда он на нее смотрит, которая слушается его, когда он ее о чем-то просит, и которая не ослушивается его в отношении себя и его имущества». Еще раз зададимся, дорогие братья, вопросом, у нас такая ли жена или нет? Когда мы смотрим на свою супругу, радует ли она нас или нет? То есть чтобы муж радовался, чтобы он был таким довольным, когда видит свою супругу. Которая слушается его, когда он о чем-то просит. Элементарно, какую-то просьбу муж попросил, и жена это сразу исполняет. Для чего? Для того, чтобы ее муж был ее доволен. Которая не ослушивается его в отношении себя и его имущества, то есть не делает того, что ее мужу не понравится. Все, что связано с ним самим, все, что связано с его имуществом, домом, с родственниками, все это вместе сюда относится. Когда мы видим вот такое описание своей супруги, естественно, такая семья, инща Аллах, она будет очень такая крепкая. Здесь, конечно же, возникает второй вопрос. Хватает ли, чтобы только супруга была вот такой, которой доволен Всевышний Аллах, такой супругой, которая старается делать все ради своего мужа, ради своей семьи, ради своих детей, а муж, чтобы себя вел, скажем прямо, безалаберно по отношению к своей семье. Конечно же, ответ мы понимаем. Семья – это когда не одна сторона, а обе стороны, когда стараются помогать друг другу, и когда ношу семьи разделяют между собой. То есть жена, когда ей тяжело, муж ей помогает. Когда мужу сложно, когда муж в таком положении, когда ему необходима какая-то помощь, жена бывает в первую очередь рядом, и она старается всегда ему помочь. Вот если в таком тандеме, если в такой идиллии будет муж и жена вместе, если они будут жить, конечно же, такая семья, иншаллах, будет очень и очень крепкой семьей. Поэтому, говорится, ценное сокровище в этом мире – это жена, которая может радовать своего мужа одним лишь своим видом. Когда мы говорим «вид», это некоторые сестры могут понять, хватает для того, чтобы своим видом радовать своего мужа, одеть какую-то красивую одежду, какие-то украшения и так далее. Здесь под словом «видом, чтобы радовать своего мужа» не подразумевается только лишь красота наружная, только лишь красота телесная и в одежде, которая проявляется. Здесь подразумевается именно красота изнутри. Потому что в первую очередь муж всегда смотрит на свою супругу как на человека, который знает, что за отсутствие его дома, за его семью, полностью за его дом, за все имущество, которое у него есть, она несет ответственность, и она будет смотреть и делать так, чтобы муж был ей доволен. В этом случае, конечно же, без какого-то внутреннего, такого благого, хорошего нрава, только лишь красотой, как говорится, удержать мужа будет для такой женщины очень и очень сложным. Следующий хадис пророка, который я хотел бы здесь привести, когда посланник Аллаха говорит, «Если женщина совершает пять намазов, да, если женщина совершает пять намазов, постится в месяц Рамадан, хранит себя от мерзости и подчиняется своему мужу, то она войдет в рай через любую дверь». Вот этот хадис пророка, алейхиссаратусалям, это огромная радость для женщин, потому что они, как мужчины, нести такую большую ношу, нести ответственность за все им не приходится. Вот здесь прямое указание, что должна сделать женщина, чтобы она попала в рай. Это совершать пятикратный намаз, поститься в месяц Рамадан, хранить себя, то есть хранить свою целомудрию, хранить себя от мерзости, от грязи, и подчиняться своему мужу, то есть то, что муж говорит, чтобы она делала. Если она будет себя таким образом вести, посланник Аллах говорит, эта женщина войдет в рай через любую дверь. То есть через ту дверь, которую она выберет, ей дадут возможность, чтобы она зашла в рай именно через эти ворота. И вот когда мы узнали, что вот женщина, которая вышла замуж, эта девушка молодая, которая вышла замуж за своего мужа, которая начала свою жизнь, которая старается угодить своему мужу, сделать все так, чтобы он был ей удоволен, и этот муж, который старается себя вести должным образом, здесь самый важный момент, чтобы вот эта репутация, тот уровень, который он заработал перед своей супругой или перед своим супругом, чтобы этот уровень ни в коем случае, чтобы вниз он не ушел. Вниз не ушел в каком понимании? В том понимании, чтобы не было сомнения, чтобы не было даже повода для того, чтобы один из супруга мог заревновать, чтобы не было вот эта необдуманная ревность. Она появляется тогда, когда мы даем повод. К примеру, если девушка, которая вышла замуж, если она дозволяет себе, допускает мысль, что можно разговаривать, допустим, даже немножко с дальними родственниками, что она имеет право с двоюродным братом спокойно по телефону общаться и так далее, и так далее, рассказывать ему, как у них там в семье все хорошо, что там ребенок родился или еще что-то, в этом случае, конечно, у этого мужа будут определенные вопросы к ней. Если даже в каких-то, да, у каких-то народностей, если даже есть какие-то адаты, что, мол, двоюродные братья там и так далее, они являются близкими людьми, мы должны смотреть на сторону шариата. Потому что в шариате не бывает ни одной вещи, то, что запретили, в чем есть польза. Если это действие является запретным, от этого пользы не может быть. Если даже пятеро людей на этом месте, как бы, скажем, не подскользнулись, у них ничего такого не получилось, но шестой человек там подскользнется, и он получит очень большой грех. Поэтому, уважаемые братья и сестры, то, что касается общения, вот это наша сегодняшняя основная тема, именно запретное общение, вот от этого общения, чтобы мы отходили. Человек может спросить сегодня, да, самый распространенный вопрос, где сегодня можно найти ту девушку, которая не общается со своим там женихом или с кем-то? Или где можно найти такого парня, даже где можно найти такого мужа, который не общается с посторонными девушками, с чужими женами, с чужими женщинами и так далее, и так далее? И это, знаете, настолько становится распространенным, обыденным, что люди думают, что это уже, наверное, везде, и столько в моей семье этого не осталось. И что будет, если я тоже слабенько в этом вопросе дам? Поэтому, уважаемые братья и сестры, конечно, сколько бы грех на земле не распространялся, насколько бы этот грех не стал обыденным, стал легким для некоторых людей, то, что Всевышнего запрещает, в этом для нас блага никогда не будет. Вот этот закон мы должны на всю свою жизнь запомнить и всегда должны стараться отходить от тех грехов, которые мы с вами совершали. Еще раз вернемся, вот мы говорили о двоюродных братьях, о двоюродных сестрах. Когда эта сестра твоя, двоюродная сестра, когда она выходит замуж, она когда подрастает, она уже для тебя чужой человек. Если даже в детстве как-то вас родители вместе где-то за стол сажали, вы маленькие, 9-10 лет, где она в жене справа или что-то делали, уже после, когда она подросла, уже с этого момента начинает человек конкретно задумываться и говорить себе, эта девушка для меня та девушка, на которой, если получится, если захочу, я могу на ней жениться. Соответственно, она для меня посторонний человек. Посторонний в том смысле, что я не имею права с ней уединяться. Я не имею права с ней разговаривать на те темы, которые выходят за пределы необходимого. К примеру, там что-то спросить, позвонили, что-то сказали, на этом вопрос должен заканчиваться. Более того, мы здесь о чем говорим? Когда у пророка Алей и Святого Сана спросили, а что же касается брата мужа, то есть муж, его брат. Женщина спрашивает, что по поводу брата моего мужа? Для таких людей посланник Аллаха Алей и Святого Сана что ответил? Это говорит погибель. Посланник Аллах не сказал, это близкий родственник и так далее, и так далее. Посланник Аллах говорит, это погибель. Почему посланник Аллах так говорит? Потому что, если даже мы для себя конкретно знаем, какие-то чужие, посторонние люди, для нас они запретные, мы не имеем права с ними общаться, если мы с ними как-то стараемся дистанцию, скажем так, держать, правильную, нужную дистанцию. Но когда дело касается до более таких близких родственников, шайтан нам внушает мысль, ну это же брат моего мужа. Ну и что, здесь же проблем как бы нет. И мы допускаем себе мысль, что он имеет право заходить в эту комнату, где находится она одна, к примеру, или там с маленьким ребенком. Это крайне, это запрещено, этого нельзя делать. То есть, что получается? Если, допустим, вашего мужа, это сейчас я к сестрам обращаюсь, если здесь, в этой комнате, нет вашего мужа, если вы находитесь в этой комнате одна, и приходит, допустим, брат вашего мужа, мужа не оказался дома, он там уехал и так далее, телефон выключен, не может дозвониться, он приходит в вашей комнате, он оставаться не должен. В вашем доме, особенно, да, там, где никого нет, он оставаться не должен. Он должен прийти и спросить то, что он хотел, и он должен этот дом покинуть. Почему? Во избежание того, чтобы когда придет ваш муж, чтобы между этими двумя братьями, чтобы не было ненужных лишних разговоров, чтобы между вами, уважаемая сестра, и между вашим мужем не было разногласий, чтобы Шайдан не смог вбить этот клин, из-за которого ваша семья может распасться. Чтобы не распадалась семья, нужно делать то заранее, что необходимо. А потом уже, не дай Аллах, когда что-то случится, уже когда ненужные разговоры пойдут, какая-то ревность ненужная когда пойдет, там уже соединять семью, им делать масляхат и так далее, бывает очень и очень сложным, и крайне редко это получается, чтобы это удалось сделать в правильном русле. Так как уже отношения испорчены, уже уровень, уже та репутация, о которой мы говорили, в голове этого мужа, репутация его жены, она упала, и уже начинаются ненужные разногласия. То же самое, здесь сестры сейчас уверены, они скажут, ну вы все время говорите про то, что там женщины должны делать, а как же мужчины, неужели им можно, неужели им разрешено, не разрешено. Им точно так же запрещено общаться, им точно так же запрещено разговаривать с подставленными женщинами. И каждый брат, который себе нашел повод, себе нашел якобы доводом то, что он общается с той другой девушкой, и он хочет, поговорив с ней, взять ее себе там вторые, там третьи или четвертые жены, он должен конкретно вопросом задаваться. Вот это объяснение для себя, откуда ты это взял, дорогой брат? Откуда у тебя такой довод, что тебе можно разговаривать с этой подставленной женщиной? Нет, если ты хочешь, чтобы она вышла за тебя замуж, для этого есть определенные условия, как надо по шарету правильно делать. Для этого ты должен отправить к ней домой сватал, посвататься и так далее, и так далее, показать, что у тебя есть имущество, что у тебя есть возможность, у тебя есть дом, все, что необходимо, чтобы ты мог обеспечивать две семьи. Но нет, мужьям так же это долго, это же неудобно так делать. Легче всего поговорить с девушкой, это тоже бедная девушка, бедная не в смысле денег, а бедная в том смысле, что он ей мозги немножко запудрил. Когда к ней позвонил такой человек, особенно если он немножко привлекательный, немножко состоятельный человек, как только он к ней позвонил, там два-три сообщения написал, все, она, ну, как это говорят, растаяла, и все, она готова выйти за него замуж. У этого человека не всегда бывают мысли взять ее второй женой. Поэтому, уважаемые сестры, для вас это, конечно, очень актуальная, очень такая больная тема, когда мужья общаются. Нельзя мужьям общаться. Мужьям общаться можно со своей женой. Со своей женой общайтесь. Когда вы разговариваете со своей женой, когда вы радуете свою жену, когда вы ей что-то дарите и так далее, и так далее, когда вы радуете свою семью, вы за это получаете огромное-огромное вознаграждение. Субтитры создавал DimaTorzok Но когда вы говорите хорошие, мягкие, красивые, ласковые слова посторонней женщине, от того, что хоть вы ее радуете якобы на этом свете, на самом деле вы и ей, и себе грех зарабатываете. Вот этот момент нельзя забывать, уважаемые братья. Сегодня очень сложно найти человека, на самом деле очень сложно найти человека, который может себе сказать, я с женщинами не общаюсь. Но, аль-хамдулля, они есть. Эти братья есть, и их очень много тоже. Просто вам, вот тем братьям, которые так говорят, которые ищут на стороне, вот и тот общается, и этот общается, они себя якобы дозволенным делают. Еще раз напоминаем, от того, что грех, какой-то грех стал распространенным, от того, что этот грех стал обыденным, от этого он грехом быть не перестает. От этого наказания меньше тоже не будет. Это нужно понимать, уважаемые братья и сестры. Дай Аллаху тааля внимание в этом вопросе. Самое мерзкое, наверное, когда уже создалась семья, когда уже есть дети, уже они подросли и так далее, и муж начинает непроявление благодарности, идет в первую очередь, не проявляет благодарности Вишнему Аллаху, и он ищет на стороне вот то, что он дома якобы не получает, он какие-то приключения ищет на стороне. Он думает, что общаясь с той девушкой, общаясь с этой девушкой, что его жизнь как бы становится более лучше и более красивее. На самом же деле он обрекает и себя, и свою семью, и самый важный момент, он обрекает своих дочерей, которые у него есть, на то, чтобы они в последующем совершали такой же грех, который он совершает с чужими женщинами. Нельзя, дорогой брат, ты не только о себе должен подумать, ты должен подумать в первую очередь и о себе, и о своих супругах, и, конечно же, о своих детях тоже. Потому что то, что ты сегодня совершаешь, твое общение, которое идет с этими посторонными женщинами, вот такое же общение ожидает твою сестру и твою дочку тоже. Конечно же, ты этого не хочешь. Но если же человек это все в данный момент, ну, как молодежь говорит, проглатывает, и говорит, ну и что, пусть там моя дочь общается с кем-то, ну и что, пусть там моя сестра общается с кем-то, это, мол, в наше время, это обыденное, это уже нормально и так далее, хочется ему сказать, дорогой брат, если ты мусульманин, если ты на самом деле переживаешь за свою веру, то эти мысли, которые у тебя в голове, это мысли о чайтанах, убери их подальше. Для мусульманина никогда общение его дочери или его сестры с посторонными людьми никогда не должно вызывать чувство спокойствия и чувство какого-то равновесия. Он должен с ума сходить, он должен постоянно думать, как это так, моя дочь общается с каким-то человеком. Это же неприемлемо, дорогой брат. Это нужно понимать. Когда мы сказали об общении мужчин, об общении мужей с посторонными женщинами, что это является запретным, что этого делать нельзя, конечно же, это же то же самое относится к женщинам. Часто бывает, когда приходят семейные пары, когда муж говорит, вот причиной развода, когда до развода доходит, когда спрашивают, что случилось. Были случаи, когда приходили и говорили, то, что говорит, я узнал, что супруга общается с чужими людьми. И здесь это как раз-таки тот случай, единственный случай, можно сказать, когда по шариату мужу сказать, почему ты с ней разводишься, уже у имама практически слов не остается. Конечно, там много вопросов, как до этого дошло, почему я это допустил, и так далее, и так далее. Но по шариату тот вариант, когда муж имеет право дать развод своей супруге, и именно из-за этого, когда ему греха тоже нет, это тогда, когда он начинает подозревать ее в том, что она ему изменяет. И изменяет не только в том плане, что она где-то там Зина совершила и так далее, а даже в том, что она общается с чужими людьми и так далее. Продолжение следует... Поэтому, уважаемые сестры, очень и очень нужно к этому вопросу относиться серьезно. И если до сих пор, до сегодняшнего дня, Аллаху Тааля как-то скрывал ваш грех, если до сих пор Всевышнего скрыл его, не дал знать о том, что вы общались с какими-то людьми, и вот сегодня вы узнали, что... Хотя многие об этом и знали, может, как-то подзабыли, или же не так серьезно к этому относились, вот сегодня мы узнаем, что нельзя, нет такого, что в исламе разрешено общаться с разными людьми. Конечно, мы с этого исключения делаем какое-то общение в меру необходимости. К примеру, там женщина приходит в магазин, там если продавец, она спрашивает, почему это объясняет, это понятный вопрос. То же самое, когда там она куда-то поехала, там какие-то вопросы бывают, что-то спрашивают. Это мы об этом сейчас не говорим. Вот необходимый разговор, который нужен, там в поликлинике, в больнице, это понятно. Сверх этого, когда уже начинает мужчина спрашивать, а какая там у вас погода, там и там уже мы понимаем, что разговор идет туда, куда не должен идти. Вот поверх этого разговора уже женщинам и мужчинам нельзя делать. Это уже является харамом. Вот каждое последующее слово, которое вы говорите, это уже харамом является. И вот здесь женщины, почему я именно о том, что женщины здесь говорю. Есть хадис пророка, где посланник Аллах говорит, этот хадис передает Муаз, посланник Аллах сказал, каждый раз, когда жена как-то обижает своего мужа, его жена из числа гури говорит, то есть на этом свете, который его жена, допустим, наши земные женщины, которые замуж за своих мужей, когда они каким-то образом обижают своего мужа, обижают же не имеют все там, что она мужа избивает. Это понятное дело, что так редко бывает. Ну, за исключением тех случаев, когда женщина немножко такого, да, телосложения спортивного. Мы сейчас говорим о том случае, когда женщина, жена, когда обижает своего мужа тем, что она где-то с кем-то общалась, что-то сказала, что не нужно было говорить своему мужу, где-то там терпение не проявила и так далее, и из-за этого муж на нее может обидеться. Об этом мы говорим. Что говорит посланник Аллах? Каждый раз, когда жена как-то обижает своего мужа, его жена из числа гуриев, то есть те гурии, райские гурии, которые ожидают его в раю, они говорят, не обижай его, будь ты проклятый Всевышним Аллахом, поистине он у тебя гость, и побыстрее бы он оставил тебя, придя к нам. То есть побыстрее бы с этого мира он ушел бы, для того, чтобы от тебя избавить, и чтобы он к нам попал. Представьте себе, если, я сейчас с сестром обращаюсь, если сзади вас, каждый из вас стоит, девушка, намного красивее, чем вы, намного привлекательнее, чем вы, и она говорит каждый раз вам, когда вы с мужем плохо говорите, уже побыстрее бы от тебя, твой муж избавился бы, чтобы ко мне, чтобы он попал бы. Насколько вам было бы это неприятно и обидно? Вот эти слова вам говорят гурии, которые стоят рядом с этим мужем, которые ожидают его в раю. Поэтому, уважаемые сестры, вот такой дуа, чтобы не поучили, а что поучили другого, другой хороший дуа, чтобы Аллаху Таалу вместе с вашим мужем, чтобы вас тоже, сестру, вел в райские сады, чтобы вот такой дуа, что поучили, своих мужей обижать не нужно. Вот в том смысле, о котором мы сказали. Далее, уважаемые сестры, проявление терпения, особенно в наше время, особенно в наше тяжелое, грязное время, можно прямо сказать, терпения, ну, очень и очень много должно быть. Это терпение вы должны запастись заранее, еще пока выйдете замуж. А когда замуж выйдете, это терпение у вас должно с каждым днем больше и больше быть. Субтитры создавал DimaTorzok Вот хотелось бы один из хадисов пророка, А.С.А. здесь тоже привести. Это очень такой известный хадис, который приводится в книге Риязу Салихин, имама Навуи, где этот хадис об Абуд Альхе, о таком сподвижнике пророка, А.С.А., у которого была очень такая супруга, очень мудрая супруга. Когда он был в отезде, Абуд Альха, у него был сын, который тяжело болел, и в одной из поездок, когда был Абуд Альха, его сын умирает. Сын умер, и когда Абуд Альха приехал домой, его супруга сказала всем родственникам, сказала всем людям, которые вокруг находились, которые знали, что сын умер, она сказала, чтобы никто из них, Абуд Альха, не рассказывал о том, что его сын уже скончался. И когда Абуд Альха приходит домой, она его встретила с такой улыбкой, она его встретила в таком одеянии, как обычно она встречала своего мужа, с радостью на лице, не показывая ему даже, да, вот, вот, какой-то мимика или чем-либо, что она вот чем-то встревожена, что что-то у них случилось. Вот представьте себе, насколько это сложно, когда умирает сын, чтобы мужу об этом не рассказать. И при всем при этом вести себя таким образом, как будто бы ничего не случилось. Она встречает его, она его накормила, уже ночь прошла, на следующий день утром, уже она ему аккуратно, мягко преподносит и говорит, «О, Абуд Альха, что ты скажешь о тех людях, которые дали нам что-то в долг и которые попросили долг, обязаны ли мы отдать им что-то?» Абуд Альха говорит, «Конечно же, таким людям нужно отдавать». И она говорит, «Тот Всевышний Аллах, который даровал нам сына, этого сына, говорит, у нас забрал». Обратите внимание, и это становится тяжелым для Абуд Альхи, потому что он потерял сына. С этой новостью он идет к пророку, алейхи саляту ассалям, и спрашивает, ну, как бы рассказывает пророку саляту ассаляму. Посланник Аллаха спрашивает у него, «О, Абуд Альха, провел ли ты вчерашнюю ночь со своей супругой?» Абуд Альха говорит, «Да, мы ночь провели вместе». Тогда посланник Аллаха саляту ассаляму делает дуа для того, чтобы у Абуд Альха родился хороший сын, чтобы у него было хорошее потомство. Далее сподвижники пророка саляту ассаляму, эти сподвижники из числа ансаров, они говорят, один из них говорит, «Я видел девятерых сыновей, каждый из которых стал чтецом Курана, имея в виду сыновей этого наружного Абдуллаха». То есть у Абуд Альха от дуа пророка ассаляму рождается сын, которого звали последующим Абдуллах. У этого Абдуллаха последующим рождается девять сыновей, каждый из которых был чтецом Курана, то есть хафизом был. Обратите внимание, за то, что супруга Альха, за то, что она была такой мудрой женщиной, за то, что она вот таким образом проявила уважение, почет к своему мужу, не стал его после сафара утруждать какими-то новостями смертью даже о своем сыне. Вместо этого она его красиво приняла, накормила и так далее, и так далее. За это посланник Аллаха делает вот такое хорошее дуа Абуд Альхи и его супруги. В последующем у них рождается вот этот сын Абдулла, у которого рождается 9 сыновей, все, которые из них стали хафизами. Вот это, дорогие, уважаемые наши сестры, это вот то, чем одаривает Всевышний Аллах своих рабов. Именно из числа наших сестер, которые проявляют терпение, которые проявляют хорошее отношение к своему мужу, которые стараются каждый раз своего мужа радовать. Когда муж приходит домой, мы в этом много раз говорили, когда муж приходит домой, постарайтесь мужа чем-то обрадовать. Не рассказывайте ему сразу какие-то плохие новости. Ну, самый такой элементарный бытовой пример приведем. Приходит муж домой, жена сразу набрасывается на него, а там лампочка сгорела, здесь что-то случилось, там контролер потоков приходил, за свет нужно заплатить там и так далее, и так далее. Он целый день на работе был, мы сейчас говорим о нормальной такой, как бы, семье, где муж тоже адекватный, хороший, правильный человек, который занимается благими деяниями и который зарабатывает халальным путем. Вот целый день проведя на работе, он приходит домой и ему жена вот даст сразу весь этот груз на его голову. Это же можно потихоньку потом рассказывать. То есть накормить его, все, что ему необходимо, все сделали, потом потихоньку скажет, ну, понимаешь, там какой-то такой красивой форме, уже месяц тоже проходит, там ты же знаешь за свет нужно отдавать контролер, сегодня приходил, там или что-то случилось, там лампочка перегорела и так далее, и так далее. Эти вещи, уважаемые сестры, обыденные вещи, но из-за такого хорошего вашего отношения к мужу, я вас уверяю, муж вас будет еще больше ценить и любить тоже, уважать тоже будет. И то же самое, да, вот для мужей тоже, приходит этот муж домой и сразу там, да, вот на свою жену набрасывается, это почему не так, там почему не так, там что-то не погладили, здесь то, что не постирали, начали на ней набрасываться. Она тоже, да, такая бедная, целый день дома, по своим делам что-то делала, что-то не успела сделать, где-то там пыль не успела протереть, и сразу такие нагоняя от мужа получает. Все, настроение жены испорчено, настроение мужа испорчено, и уже последующим, конечно, и он как бы себе в телефон уходит, и она там начинает подругами и сестрами своим переписываться, и уже к огромному сожалению оттуда вытекают вот те ненужные общения, те ненужные связи, о которых мы вот все это время рассказывали. Поэтому, уважаемые братья и сестры, все те силы, которые у вас есть, вот все то рвение, которое у вас есть, вся та страсть, которая у вас есть, вот это все дайте на сторону своих супруг. Тогда, иншаллах, эта семья будет крепкая, хорошая, и воспитание, иншаллах, правильно детям вы сможете дать, и тогда у нас, иншаллах, все будет хорошо. И чтобы вокруг в этом мире не происходило, в нашей семье, иншаллах, будет царить вот это успокоение, умиротворение, у нас семья будет очень такая крепкая по исламу. Дай Аллаху, чтобы такие семьи у нас тоже были. الحمد لله رب العالمين